итак доброе утро дорогие друзья доброе утро мы продолжаем изучать тору и я уже в израиле я уже в израиле и сегодня урок из иерусалима интересно очень интересно что у тебя с утра приехал в иерусалим я приехал ночью прилетел и с утра наблюдал такие горы иерусалимские тут дождик такой температура где-то сейчас плюс днем плюс 15 вот так плюс 15 и коты разговаривают вот просто коты разговаривают иерусалим это город в котором есть очень большая называется авторе ворота в небо это связь духовного мира и материального и здесь прям все видишь по-другому совершенно другое восприятие надеюсь поэтому всевышний откроет нам очень глубокие серьезные понимания в одной самых мудрых книг которая называется мишли притчи царя соломона где он где у отлично отлично хороший свет все в инстаграме я буду отключать действительно комментарии потому что те кто хотят слушать чтобы им не мешали те кто хотят разговаривать это очень интересно что что когда человек хочет понять что-то и он одновременно говорит ему сложно понять все друзья поехали значит мы находимся в 30 главе притчи я надеюсь что вы уже где-то скачали текст и или зашли на сайт воикра где есть перевод и на сайте воикра есть перевод воикра . ком и сегодня мы дошли до 17 отрывка где говорит царь соломон нам совершенно понятным языком для того поколения три тысячи лет назад он нам говорит так значит он говорит так глаз который насмехается над отцом и который пренебрегает матерью да пренебрегает своей матерью его выклюют вороны и съедят птенцы орлов вообще да непонятно с одной стороны вроде бы понятно с другой каждое слово в отдельности понятно вместе непонятно почему мы не знаем повадок орлов мы не знаем повадок воронов вороны и орлы вороны и орлы они я например вот если меня спросить видел ты когда-нибудь ворона но ворона видел ворона вороная видел но так чтобы я за ней наблюдал хотя бы в течение получаса чтобы понять ее повадки моей жизни такого никогда не было почему потому что у меня вроде телефон и потому что я погружен в какие-то информационные потоки другие раньше люди они были ближе к природе и иногда человек ребенок он например чем ему было играться не уже не было никаких лего там никаких мультиков ничего и он наблюдал за вороном и он наблюдал за птенцами орла он наблюдал затем как сельское хозяйство там корова например один из самых известных психотерапевтов последних 100 лет милтон эриксон он открыл один из главных законов человеческого поведения наблюдая за тем как как крестьяне заталкивали теленка в хлев он жил около ста лет назад тогда тоже еще не было ни телевизоров не было ни телефонов и милтон эриксон будучи мальчиком еще он говорит мне очень повезло что я в детстве был на инвалидной колясте представляете он говорит мне повезло почему повезло как можно сказать что ребенок который на инвалидной колясте и он про себя потом говорит мне повезло он говорит из-за того что был на инвалидной колясте я не мог бегать я очень внимательно наблюдал за людьми я очень хорошо научился разбираться в людях, в поведении людей, и потом он стал один из самых великих психологов последних 100 лет. Так как он открыл закон человеческого поведения, наблюдая за теленком, он как-то увидел, Милтон Эриксон, что четверо здоровых мужиков, этих, крестьян, они пытались затолкнуть теленка в хлев. И когда они его заталкивали в хлев, чем они сильнее его толкали, тем он сильнее сопротивлялся. И они прямо уже чем сильнее толкали, он начал брыкаться уже, все. Не могли его затолкать в хлев. И там был еще один мальчик, который говорит, давайте я вам помогу. И он взял охапку соломы, охапку такой травы свежей, и он помахал теленку перед мордой. И теленок, он потянулся к этой траве, и мальчик тихонько-тихонько пошел в сторону сарая, и теленок пошел за ним. И так мальчик без усилий, без напряжения, без того, чтобы толкать и заставлять теленка зайти в сарай, в хлев, он его завел в хлев. Потому что туда, куда теленок хочет идти, его легко везти. И туда, куда человек хочет идти, его легко везти. Так сформулировал это Милтон Эриксон. Поэтому он, когда это такой недирективный у него был гипноз, он изобрел систему, исходя из этого наблюдения. Теперь мы не знаем, ни как теленки ходят, ни как орлы летают, но нам царь Соломон 3000 лет назад, он настолько знал хорошо, он был такой мудрый, что он понимал язык животных. И он нам говорит, смотрите, как глаз, который насмехается над отцом. Значит, у каждого из нас есть отец. Отец это значит, тот, кто обучил человека, вот по торе, отец это не биологический отец. Отцом может быть учитель, отцом может быть воспитатель, отцом может быть, как мы говорим, Бог-отец. Да, Бог-отец это тот, кто нам дал знания о том, как жить. Да, это тот, кто отец. Отец это тот, кто тот, кто дает знания о жизни. И вот, значит, глаз, который насмехается над отцом. Что это значит? Тебе рассказали, как жить, а ты потом говоришь, а мне все равно. Вот это то, что ты мне рассказываешь, да, ты меня воспитал да ты мне дал жизнь может быть все но я не буду тебя слушать теперь тот кто пренебрегает матерью а кто такая мать мать это та которая человека выкормила она дала ему жизнь она его питала на его оберегала она и так далее теперь его выклюют этот глаз значит птенцы птенцы именно вы к вороны вороны кто такой ворон ворона это птица которая питается но разной падали она убивает там и так далее то есть все идет мера за меру ты выходишь из круга круговорота когда ты почитаешь отца почитаешь мать когда ты уважаешь закон уважаешь бога и так далее ты выходишь из этого из этой системы координат и входишь систему координат какую животную то есть где каждый знаете как человека спроси ты в каком мире живешь один человек скажет я живу в мире любви я живу в мире радость я живу в мире там у хороших добрых людей другого спроси а ты в каком мире живешь он скажет я живу в джунглях нравится какими-то законами и он значит этот человек это человек когда он себе построил модель мира и он думает что эти законы в ней работают он сам же живет по этим законам говорит нам зарь салмон смотрите если вы хотите выйти из вот этого вот модели мира в которой надо почитать родителей надо уважать старших надо жить по духовным законам которые передаются из поколения в поколение тогда вы попадаете в законы джунгли а в законных джунгли и это животный мир животный мир там нет такого знаете ой смотришь ютью бежал как как смотрите как крокодильчик съедает антилопу да крокодил съедает антилопу, так он запрограммирован то есть антилопа зашла покушать неважно там, она с маленькой газелью этой зашла со своей с ребенком, человек он как бы думает, ну добрый человек он думает, жалко, да, вот крокодил ее съел, крокодилу не жалко, крокодил кушать хочет, теперь есть люди, они говорят, секундочку что значит жалко, нет, они идут на собачьи бои, они идут на, раньше ходили вообще на гладиаторские бои, то есть как только человек выходит из мира добра в модели мира, в которой главное это добро, и он выходит в модель мира, в которой главное это сила, животная сила джунгли и так далее говорит царь Соломон 17 отрывок глаз, который, то есть все мера за меру, все идет как как сказать, мера за меру да, простое, что посеешь, что и пожнешь на Востоте называют закон кармы у нас называется та мера которую человек меряет, меряют ему с неба, или есть в Торище очень хорошее такое выражение, которое звучит так, что тот путь который человек выбирает его ведут с неба, то есть человеку дана свобода выбора, и человек выбирает себе путь, по которому он идет мировоззрение, через которое он смотрит представьте название, мировоззрение то есть ты смотришь на мир через свою какую-то призму, но ты должен знать глаз, который насмехается над отцом и пренебрегает матерью, то есть ты нарушаешь одни из основных заповедей божественных, которые написаны были прямо на скрижалях Машер Абену спустился, есть на десяти заповедях, есть заповедь почитай отца и мать причем интересно, что эта заповедь там же на скрижалях было десять заповедей пять заповедей, это взаимоотношения между человеком и Богом и пять заповедей, это взаимоотношения между человеком и человеком так почитай отца и мать это находится в тех заповедях, в которых взаимоотношения между человеком и Богом. Почему? Потому что я уже это говорил, что есть такое выражение, трое участвовали в создании человека. Папа, мама и Бог. Все, это три партнера. Бог дал душу, папа, мама дали тело. Дальше, 18-й отрывок. Говорит царь Соломон в 18-м отрывке следующая вещь. Он говорит, три каких-то три, вот три их, они чудесные для меня. Переводят сокрытый для меня, но нефлу это как бы чудесные для меня. Понятно. Три эти чудесные для меня, в арба лоя датим. А четвертую я вообще не знаю. То есть эти три вещи, они для меня чудесные, а вот четвертую я вообще не знаю. Какие для него три вещи чудесные, скрытые. Ну, нефлу, скрытые. Наверное, именно 19-й отрывок все-таки показывает, что в этом случае слово нефлу надо понимать как скрытые. Дерех анешер башамаем. Путь орла в небесах. Опять, вся вот эта 30-я глава царь Соломон объясняет глубокие духовные вещи через примеры животных. Почему? В то время это было абсолютно понятно любому человеку. А, ну конечно, как орел в небесах. Скрыто действительно. Путь орла в небесах. Дерех нахаш алейцур. Как путь нахаша, путь змея, змеи, на скалах. Это вторая скрытая вещь. Он говорит, три вещи от меня скрыты. Путь орла в небе. Путь змеи на скалах. Дерех ания блеф ям. И путь корабля в сердце моря. Ведерех гевер беальма. И путь мужчины с девушкой. Вообще непонятно. Вообще, какая связь. Давайте посмотрим. Значит, смотрите. Путь орла в небесах. Понятное дело, непонятно. Орел летит, следа не оставляет. Это на сегодня, когда летит самолет, есть какой-то след. Орел, когда летит, следа нет. Тут все понятно. Путь змеи на скалах. Змея проползла, следа не осталось. Теперь путь корабля в сердце моря. Корабль прошел. Буквально через некоторое время никакого следа не осталось. И он говорит, и так же путь мужчины с девушкой. Путь мужчины с девушкой. Значит, здесь намекает он на следующую вещь. Что когда мужчина, он начинает за девушкой ухаживать, например, или ему нравится девушка, то он это делает скрытно. То есть он не, ну как бы изначально, он не выдает своих намерений. Опять, я сейчас не хочу в эту тему вдаваться, потому что взаимоотношения между мужчиной и женщиной в то время и сейчас это огромная разница. То есть то, как Тора нам объясняет, как должны идти семейные отношения, то, как Тора нам объясняет вообще положение женщины в мире, положение мужчины, будет целая об этом 31 глава, будет целая, целая почти глава посвящена, что такое эшетхаль миемца, кто найдет доблестную жену, цена ее намного выше, чем драгоценности. Там будет объяснено, что царь Соломон называет доблестной женой. Вот мы к этому перейдем. Ну, в принципе, давайте тогда на этом сейчас здесь не будем углубляться, как путь. Три вещи для царя Соломона непонятные, и еще ему непонятнее скрыто от него путь мужчины с девушкой. Вот сейчас мне пришла такая идея, что это моя идея, я не утверждаю, я это не видел нигде в комментариях, но, возможно, такая идет идея. Смотрите, когда мужчина хочет жениться на девушке, например, на женщине, да, то это, или женщина хочет выйти замуж, это же не логическое какое-то решение. Это решение, которое запрограммировано в природе человека. То есть Всевышний так сделал, что в определенном возрасте у мужчин и у женщин начинается, включается вот это влечение друг к другу, чтобы они соединились, и чтобы у них появился ребенок. То есть так сделал Всевышний, и, возможно, это имеет в виду царь Соломон, что эта вещь для него непонятная, ну вот, непонятная логически, но фактически понятно, что есть стремление, которое включается в определенном возрасте для того, чтобы жизнь на земле продолжалась. Потому что если бы отдать это на вопрос логики, жениться, не жениться и так далее, то что было бы на сегодняшний день, например, я слышал в скандинавских странах, большая часть людей живет отдельно, то есть больше 50% живут отдельно, не живут семьями. Понятно. Или вот хороший Александр Ломака подсказал, говорит, можно еще по-другому понять, что как непонятно, нету следа, путь, вот это, мне кажется, красиво, да? Очень, Александр Ломака, спасибо большое. Значит, Александр Ломака подсказал такую вещь, что непонятно, почему влечет какого-то мужчину, какой-то женщине конкретной, вот любовь. Вот бывает, что там один мужчина полюбил женщину, и они любят друг друга вообще, и непонятно, почему он именно ее полюбил. И вокруг полно женщин, но он вот эту любит, а другую не любит. А эта женщина, она его любит, а другого не любит. То есть, мне кажется, что это тоже, да, этот вопрос непонятный, это скрытая вещь, почему люди, вот, вдруг у них включается любовь, и они любят друг друга. Очень красиво. Хорошо, теперь дальше. 20-й отрывок, мы пройдем завтра. 20-й отрывок, мы пройдем завтра. Или же, давайте сегодня, хорошо, есть еще время сегодня, 10-18. Кендера Хиша Мина Эфет, Ахла Умихата Пия. Также путь женщины, которая прелюбодействует, она изменяет своему мужу, она покушала, имеется в виду, сделала то, что она сделала, Умихата Пия, и вытерла она свой рот, и сказала она, не сделала я никакого греха. Значит, здесь он показывает нам обратную сторону, да, интересно как. Обратную сторону, что вот есть, есть такие женщины, и такие мужчины тоже есть наверняка, да, которые обманывают своих партнеров, своих мужей, жен, и они, когда они обманывают, они тоже скрывают очень сильно, то есть это тоже вещь скрытая, они скрывают, и мало этого, они иногда бывают скрывают даже от себя, они говорят, ничего плохого я не сделал, и это вот то, что здесь он показал нам. Так, путь женщины, которая изменяет, она покушала, вытерла рот и сказала, не сделай я грех. То есть они даже от себя скрывают, что они что-то плохое сделали, и на сегодня, интересно, на сегодня прям идет пропаганда вот такого образа жизни. Я вот смотрю, что очень сильно, очень сильно в общественное сознание, через СМИ внедряется вот этот вот, ну как бы разрушается институт брака. С разных сторон он разрушается, включая, что как бы происходит ледитимация, ледитимация, вот есть такие, как лидеры мнений, реально лидеры мнений, такие есть прямо лекторы, тренера, там звезды, свободное отношение, делай, что хочешь, называй это почему-то, вот мне просто непонятно, вообще непонятно, знаете, что мне непонятно? Вот, например, есть понятие семья, муж, жена, было так тысячу лет, потом говорят, нет, уже как бы изменилось, может быть мужчина-мужчина, женщина-женщина, а в Индии даже мужчина и коза, или мужчина и собака, или женщина и собака, то есть, ну, это же уже не семья, это же извращение понятия семья. Назовите как-то по-другому, союз, там, я не знаю, как-то можно же другое слово придумать. Зачем называть словом семья, то, что семьей не является, да? А, и как-то вот я шутил, есть люди, например, говорят, я религиозный, я верующий, я религиозный, я в Бога верю, а ты соблюдаешь что-то? Нет, ничего не соблюдаю, я в сердце верю, я в сердце верующий. Так я им всегда говорю, а я в сердце вегетарианец реальный, только я мясо кушаю. Я мясо кушаю, но я вегетарианец, и я говорю, вы знаете, вот я настоящий вегетарианец, вы не настоящие. Почему? Потому что настоящий вегетарианец, он в сердце вегетарианец. А то, что он кушает мясо, ничего страшного. Это старые вегетарианцы не слушали мясо. Вот это тот же самый пример, как с семьей, да? То есть, если это семья, зачем называют себя два мужчины семьей? Это же другое что-то, это не семья, это просто союз, дружба, хорошее отношение, там, любить они могут друг друга, ничего страшного. Зачем забрать вот этот вот копирайт на слово семья и наклеить это на то, что не является семьей. То же самое вера. То есть, верующий человек, это не просто он верит в Бога, да? Он верит в слова пророков, которые сказали, как проявляется любовь к Богу, как проявляется страх перед Богом. Через выполнение заповедей. То есть, если ты в Бога веришь, тогда делай что-то. Если ты вегетарианец, так не кушай мясо. Если ты... Ну, и так далее. То есть, есть конкретные названия, да? Для каждой вещи. Хорошо. Теперь здесь, в 20-м отрывке, нам царь Соломон говорит, что тот, кто изменяет, в конкретном случае, то есть, она сделала прелюбодействие, да? То есть, это запрещено. Но она говорит, а я не сделал ничего плохого. А что плохого сделала? И в этот момент происходит самая страшная вещь. Когда человек меняет то, что произошло когда-то, то, что произошло когда-то, дерево, плод, познание добра и зла. Бог сказал, это добро, это зло. И вот этот был плод, это метафора. Бог говорит, ты можешь в этом мире делать все, что угодно человеку, но не меняй добро со злом местами. То есть, ты не можешь поменять местами добро и зло. Ты не можешь сказать, что добро стало злом, а зло стало добром. Это вот как раз был грех, первый грех, который сделал человек, и он поменял местами добро и зло. Теперь, если человек грешит, и он говорит, я знаю, я согрешил, не мог, не сдержался, извини, это называется раскаяние и чува. То есть чува, человек раскаялся, он говорит, я ошибся, я сделал преступление, я извиняюсь, больше не буду. Это одна ситуация. Если человек говорит, то, что я сделал, это не преступление, это правильно, хорошо, я не сделала греха, говорит эта женщина в 20 отрывке. Если она не сделала греха, как она может исправиться? Никак, ей же нечего исправлять. Понятно, да? Вот это вот то, что является самым страшным, менять местами добро со злом. И вегетарианец это тот, кто не ест мясо. Нельзя быть вегетарианцем в сердце. Нельзя быть верующим в сердце. То есть можно быть верующим, вернее не так. Верующим в сердце быть можно. Но то, что у человека в сердце, это знает только Бог. А люди смотрят на внешние проявления. Я помню когда-то, когда я только приехал в Израиль, пришел я к одному знакомому в гости, он мне говорит, вот религиозные ваши, они значит религиозные ваши, они там ходят по публичным домам и все. Я говорю, смотри, как ты знаешь, что он религиозный? Ну он одет как религиозный. Я говорю, отлично. А что он делает? Он одет как религиозный, он в публичном доме. А в публичный дом религиозный может ходить? Не может ходить. Значит что? Значит раз он в публичном доме, значит он не религиозный. А то, что он одет как религиозный, так он переодет и в религиозного. Это как бы, мало ли как кто одет, может он артист театра, да, и он в перерыве зашел, значит, в публичный дом, а он в театре религиозного играет. То есть по внешнему поведению понятно, что является. Он тогда говорит, а может тогда можно ходить в публичный дом, тогда он не сделал ничего плохого. Понятно, да, идея? То есть если человеку дать возможность менять добро и зло местами, тогда каждый человек, это мы уже учили у царя Соломона, каждый человек прям в своих глазах. Каждый человек может оправдать свой поступок, рассказать миллион оправданий, объяснений, и поэтому те люди, которые хотят в жизни иметь что-то устойчивое и настоящее, то самое устойчивое и настоящее это вера в Бога, это заповеди. И когда ты через выполнение заповеди прикрепляешься к Богу, все, у тебя в жизни все отлично. Удачи, успехов, значит, всем, кто соблюдает шаббат, шаббат, шалом, все евреи должны соблюдать шаббат. Это конкретное выражение связи с Богом. Знак союза называется. Знак союза. Обрезание, знак союза, шаббат. Поэтому, если вы еврей, значит, вы обязаны соблюдать шаббат. Если вы не еврей и вы хотите просто с Богом быть в хороших отношениях, тогда вы ищете способы, в которые вы верите, но это должна быть любовь к Богу, должна быть выражена в действии. Она не может быть выражена просто, я Бога люблю, а делать буду то, что я хочу. Нет, если ты любишь Бога, тогда в действии надо выражать свою любовь. Все, удачи, успехов, всем шаббат, шалом, всего хорошего, всем пока.